друзья привет мы в москве на warface open cup и сейчас пообщаемся с игроком который вам уже хорошо известен никнейм кто не вспомнил я назову магистр йода на вадим расскажи как у тебя дела и что ты здесь делаешь ну глупый вопрос конечно играть будешь но может быть поподробнее да ну братья я помню так ну привет всем меня зовут вадим магистр йода играю за арену мы приехали играть на лане как ни странно дела у меня хорошо ну и плохо потому что я немножко разочарован в жеребьевке я ожидал по-другому что все будет ну так получилось поэтому их куда же уже скрываться ждем наши игры с кем вы хотели играть в первом туре без разницы с кем мы хотели ну мы хотели и слово и с империя и с каковарными но с рокетами мы не хотели точно играть первую игру потому что ну на данный момент ну она очень сильная подготовлена команда и мы хотели с ними финальный играть по названию я не вспоминаю рокет вот по лайнапам там по чтобы они участвовали в ланах это какая-то другого другое название взявшая известная команда или это изначально было арена старс там от мефодик вископ все кто были не раз на лане там ну у нас случилось в клане разногласия с ними они вышли с арены и сделали свой тэх на какой базе на игровой и разногласия или на личный скорее всего на личный неприятно конечно с ними был конфликт не у игроков а у менеджеров наших и получилось так что они вышли на весенний на осенний лан с арену понятно и прошли сюда а у вас на этот раз всего один состав получается будет играть да а был шанс что пройдет два состава там три вы тренировались у вас опять был буткемп и вы наверное возили не один состав туда ну как у нас был буткемп но мы у нас он был после того как мы вышли уже на лан и вот за два дня до прилета мы были в армавире ну просто отдыхали там веселились весело проводили время а насчет составов да мы думали что у нас выйдет еще один состав там где арена старс там где ашот ипман вот эти все игроки они по лиге не вышли они участвовали в челлендж капе но у них что-то не заехала игра так сказать и они проиграли лоскил у этой этой империи за выход финал уверены были что они тоже выйдут но не получилось у вас не было лана я летом в этот раз не расслабила не расслабил ли ваш вот такой режим что весной ланы теперь только осенью клан уже всегда лучше готовишься ну понятное дело что клан у меня желание как бы так сказать я играю лучше и больше провожу времени в игре потому что я знаю что это лан и это круто не нужно любыми способами на него выходить летом ну я расстроился когда узнал что лана не будет ну выхода не было играл ну все равно что-то не заехала так сказать вы даже там не прошли в топ ни в какой наверное может быть даже из-за того что мотивации сильно не было да из-за того что лана не было ну скорее всего да мотивации не было мы там проигрывали всем на летнем лане потому что был какая конфликт в коллективе в составе нашем да и это очень повлияло на нашу игру бы никто не хотел и не мог играть друг другом как у тебя там на личном фронте дела обстоят как у тебя учеба работа я не работаю ну как живу там веселюсь в свое удовольствие учеба вот с этим ланом меня выгонят из института потому что она так совпала моя моя сессия совпала как раз с этим всеми я уже неделю прогулял потому что там перелеты туда-сюда армавир и у меня осталось буквально будет два-три дня чтобы закрыть всю сессию когда я приеду обратно в киев каком-то курс на пятом надо как бы надо у меня диплом еще и поэтому у меня очень тяжко будет ну ладно это ладно что поделать надо было жертвы какие-то я выбрал лан потому что на учебу мне как бы это не звучало немножко все равно я знаю что я закрою я так с первого курса учусь в принципе поэтому так как-то понятно а как в армавире вы только веселились вы туда ездили вообще чтобы там подготовиться морально и никак не готовились тактически так я понимаю не но мы играли один день с двух с двух дней что мы были в армавире мы только играли один день а следующий день мы просто отдыхали у нас там приехало три человека это миша дина я и вовка и вот мы там гуляли веселились там по просто отдыхали от всего перед ланом а ты получается не работаешь и наполовину учишься а что за счет чего ты существуешь за счет варфейса ты зарабатываешь в этой игре ну большинство конечно денег у меня из-за варфейса было ну и иногда там есть какие-то варианты подработать и тоже я этим пользуюсь на всякими подработками киберспорт тебя все-таки кормит не бедствуешь да ну скорее всего все мои деньги мне приносил варфейс потому что я не то что не хочу работать просто я знаю себя что если я буду работать то я не буду играть а пока получается выходить на ланы то почему бы нет говорят киберспорт дисциплинирует у тебя что-то дисциплины не наблюдается ни там ни там почему так да у меня мама не может дисциплинировать какой-то на киберспорт ну я не знаю как вам ответить правильно он конечно не то чтобы дисциплинирует он как-то все-таки от развивает от работы в коллективе каком-то на то лично мое мнение что ты общаешься с людьми там им доверяешь это тебе развивается работа с людьми коллектив а вот я так понимаю что тебя в жизни поведение более агрессивное чем там защитное и пассивное а в игре это как-то согласуется с твоим твоя роль согласуется с твоим внутренним я почему не на я на самом деле очень милый очень добрый человек ну в игре я ну в игре я ни с кем не как как инфлектую вообще бы я не вижу смысла в этом чтобы ругаться там и что еще делать ну меня так сказать горит часто на это все но я держу себя в руках по крайней мере стараюсь я имела ввиду не на поведение что там на всех кидаешься и так далее что у тебя довольно смелый ум то есть ты не стеснительный и так далее то есть ты не интроверт вот в игре получается у тебя что у тебя поддержка больше или нападение скорее всего нападение понятно у вас костяк в команде сохранился тот же были какие-то ну вот ты назвал ребят да вова там дина и ты а были какие-то изменения в вашем именно составе и сюда вы как приехали стабильным составом или кого-то поменяли мы поменяли двоих игроков это ipman и ашот вместо них мы взяли трюскварда и дина трюсквард остался он играл с рокетами в составе те кто сейчас рокеты а были рене старс ну там четыре человека ушло а один трюсквард остался и мы его к себе приютили маленького это тот что все отлично говорил помню такого почему вы хотели играть с империи у них другой второй состав который сегодня здесь будет играть он послабее чем предыдущий ну все составы которые вышли на лана считаю сильные не за сказать что кто-то слабый потому что они здесь это они доказали уже но все равно не мы не хотели с империей мы хотели с империей или как как аварными потому что может я сейчас конечно включу немножко свое чес в этом не знаю что но в данный момент мое личное мнение что самые сильные составы этой игры это мы и рокеты и как бы играть между собой вот мы и рокеты первую игру а не финал это сильный противник просто отлетает это никому не надо смотреть за игрой не менее сильных команд но все равно ну и не слабее немножко нас ну как-то не очень интересно поэтому я расстроился по этому поводу но я им желаю удачи все равно что ты знаешь о команде коварные потому что ребята молоденькие там вообще ну ну хотя бы по игре я знаю что они выиграли какой-то турнир там в арт-чамп вроде и это люди которые появились ниоткуда и я вообще не знаю их игру мы ни разу с ними не играли никто с ними вообще не не тренировался просто люди появились и выиграли турнир и вышли на лан вот вот что я знаю как что 9 я не понимаю сейчас будете смотреть эту их игру с империями чтобы хотя бы что-то об их игре узнал ну скорее всего да будем смотреть потому что все равно делать нечего как вы обычно проводите время вот здесь москве до турнира потому что вы приезжаете за день до не нарушаете ли в этом дисциплину потому что менеджмент за этим вроде как следит гуляете там встречаетесь с кем-то или тренируетесь приезжаете не но мы когда приезжаем мы понятное дело отдыхаем в основном всех контролирую там я или барби там кто там из старших есть потому что есть желание там может выпить пойти куда ты мы говорим вот сейчас нет там типа сейчас поедим там пиццу там заказали посидим в коллективе поговоримся повеселимся и спать а вот уже после лана уже делается что хотите да что хотите это и делаете после тебя слушает ну делают то что просят от них я что ну не то что я им указываю ну по никому прислушиваются и к нашему от менеджер ну да потому что мне она никому не нужно чтобы там гулял не спал всю ночь когда у нас сегодня игры грубо говоря вы сейчас получается со своим составом к с которым был конфликт да вы видите сейчас вы увиделись и вот наверное приходится даже как-то общаться пересекаться менеджеры поссорились но не вы вот как у вас сейчас отношение ну отношение к тому к составу кроки там ну оно хорошее ну не то что было раньше ну мы хорошо все общаемся ну как то так но обид нету никаких да ну просто стали хуже общаться и все понятно ну хорошо хочется спросить тогда вот с этим распределением по матчам как ты думаешь кто выиграет ну конечно честно вот честно в группе империя и коварные у кого не спрашивал и лично наверное мое мнение это как и коварные победят ну многие голоса говорили за коварных а в нашей группе хотелось бы чтобы мы ну загадывать не буду поэтому выиграет сильнейший ну хорошо пожелаем удачи вашей команде в заключение тебя по традиции несколько слов комьюнити ну что я могу сказать в варфейс развивается в хорошую в сторону развивают от киберспорт в россии и в снг это очень хорошо лично мое мнение что они много делают для от киберспорта в россии спасибо им за это потому что в варфейс мне много встреч новых знакомств принес поэтому я ему благодарен не хочешь сказать не идите по моему примеру не бросайте учебу и там и т.д. и т.п. или наоборот все все в варфейс ломан ломанитесь и ну как маму я бы не бросил учебу ну уделяйте конечно время больше учебе ну если вы есть возможность играть и чему-то добиться то почему бы и нет ну ну совмещать можно да это у тебя просто не очень потому что я ленивый у меня не получается муж какой-то получается хорошо спасибо за интервью спасибо пока